О том, что в случае острой необходимости в стране могут ввести временные ограничения по потреблению электроэнергии, Министерство энергетики Кыргызстана предупреждало еще в начале осени. Однако вся зима прошла без данных мер. Кыргызстанцы уже успокоились и выдохнули, однако с наступлением весны в их домах стал отключаться свет. Веерные отключения введены в часы максимальных нагрузок утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00. В местных администрациях составлено расписание, когда и в каком районе погаснет свет. Причина, по которой пришлось пойти на такие ограничения – реконструкция гидроагрегатов Токтагульской и Учкурганской ГЭС. Из-за ремонта располагаемая мощность электрических станций снизилась на 290 мегаватт. Мы понимаем, что людям неудобно, это доставляет дискомфорт, но нам надо провести реконструкцию гидроагрегатов. Сейчас это просто груда металла, которая выработала себя. Там дырки. Реконструкция гидроагрегатов Токтагульской и Учкурганской ГЭС должна была начаться еще 20 февраля, однако из-за того, что было холодно ее отложили на 5 марта. Открыто скажу, именно в часы пик увеличивается потребление, поэтому в часы максимумы будут ограничения. Депутаты кыргызского парламента уже выступили против отключения света в целях экономии. Еще больше недовольства у нардепов вызвал тот факт, что эти меры не распространяются на майнинговые компании. К слову, в стране зарегистрировано сейчас 22 майнинговых компаний. В августе 2023 года говорили, что если возникнет дефицит электроэнергии, то работа майнинг-ферм будет приостановлена. Вы говорите, что у нас нет дефицита, но у нас он есть. Следовательно, все майнинг-фермы временно должны прекратить свою деятельность. В Минэнерго обещают, что временные ограничения на электроэнергию снимут после 10 марта, так как после этой даты ожидается потепление, за счет чего и снизится потребление электричества среди населения. На данный момент Кыргызстану недостает 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этот объем республика закупает у своих партнеров, в частности у Казахстана, России и Туркменистана. Но в ближайшее время государство серьезно намерено изменить свой статус с импортера на экспортера электроэнергии. В стране есть четкий план по достижению этой цели. Первым пунктом в нем значится строительство Компаратинской ГЭС-2. Евразийским банком развитие уже выделено 110 миллионов долларов. Проект даст 150 мегаватт дополнительных мощностей. Реконструкция Токтагульской ГЭС добавит еще 120 мегаватт. На этот год запланировано строительство 25 малых ГЭС примерно на 90-100 мегаватт. Воздвижение солнечных ветровых станций таким образом в 2024 году мощность вырастет еще на 178 мегаватт. А к 2030 выработка составит 27 миллиардов киловатт-часов при потреблении 20 миллиардов. Именно этот переизбыток в 7 миллиардов киловатт-часов Кыргызстан и намерен продавать. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу, Умурбек. Специально для CBC. Из Кыргызстана.